Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня у нас на дворе уже 7 августа. И сейчас самое время для посадки пионов. Многие из вас у меня спрашивают, Лена, как я сажаю пионы, для того, чтобы они хорошо цвели и нас радовали, друзья. И вот сегодня я вам покажу наглядный пример, как я сажаю свои пионы. Вот, ну, один из пионов. Вот, все, конечно, я показывать не буду, но один я вам покажу. Летом я присмотрела себе 4 сорта красивых пионов, друзья, и решила, чтобы они радовали в моем саду, жили у меня, цвели и радовали меня в моем саду, друзья. Вот, сейчас я вам скажу, какие пионы я приобрела. Так, это у нас лимон-шифон, то есть пиончик. Посмотрите, какая корневая, сколько тут почечек, друзья, посмотрите. Вот, очень влюбилась в этот пион. Пион бордзелла у меня есть, даже 2 куста в моем саду. То есть, ну, вот я решила еще приобрести лимон-шифон. То есть, фотографию я, сказала, вставлю. То есть, я просто в восторге от этого пиона. Это американец, друзья. Вот, сейчас скажу еще. Следующий пиончик. Так, это у нас я приобрела Кэрол Чарли. Кэрол Чарли, то есть пиончик. Это тоже американец. Травянистый пион. Посмотрите, какая хорошая корневая. Тоже достаточно много почек здесь. Просто шикарные, посмотрите. Вот, ну и сами пионы, конечно, очень шикарные. Что говорить. Так, следующий пион. Это Хиллари. Хиллари. Вот такой вот тоже красивый пион. Достаточно много почек. Вот, шикарные. Посмотрите, какая хорошая корневая. Вот, и будем сегодня высаживать. И еще один. Это у нас Пинк Даун. Пинк Даун. Вот такой вот тоже красивый, хороший пион. Корневище. Посмотрите, какая мощная. Просто шикарный. Вот, ну и будем сейчас с вами высаживать. Высаживать. Высаживать, друзья. Сейчас самое время для посадки пионов. И пойдемте. Я вот такую луночку. И будем сейчас с вами высаживать пиончик. То есть, какой грунт любят пионы, это, конечно, щелочное, друзья. Вот. Если вы не знаете, какой грунт у вас находится, и вы боитесь высадить, да, можно проверить грунт на кислотность, друзья. Смотрите, я вам еще раз говорю, грунт для пионов должен быть щелочным. Ни в коем случае не кислый. Вот. Чтобы проверить, берете небольшое количество грунта, чуть-чуть там куда-нибудь выложили в тарелочку, и проверяем. Значит, берем несколько капель столового уксуса и капаем. Капаем. Смотрим. Если в пузырьки пошли, то есть, реакция пошла, значит, это грунт щелочной. Если реакция не пошла на кислотность, значит, это грунт кислый, друзья. Вот. Ну и смотрите. Если получается, что вы узнали, что у вас кислый грунт, значит, его просто-напросто нужно раскислить. У меня в моем саду, я знаю, какой грунт. У меня в моем саду это достаточно кислый грунт. У меня растет мокрица, там мох всякий, лишайники. Ну, то есть, где достаточно кислый грунт. Вот. И что я буду делать, друзья? Для того, чтобы раскислить грунт, добавить можно это доломитовая мука. То есть, у меня вот в таких вот она пачках доломитовая мука. Либо это можно использовать пушонку, либо известковая мука. Ну, то, что раскисляет почву. Также можно использовать это обычную золу древесную. То есть, она тоже очень хорошо раскисляет почву, друзья. Вот. Ну и, я думаю, все понятно и ясно, я сказала. И теперь будем с вами сейчас высаживать пион. Пиончик. Я вам еще раз говорю. Приготовила ямку. И будем сейчас высаживать. Так. Насколько мы будем закрывать пион. То есть, закапывать. Сейчас я вам... Не знаю, видно вам, не видно. Смотрим. Вот так вот наглядно вам показываю. То есть, вот они почечки у нас. И нам вот до сюда вот нужно будет его закопать, друзья. Ни в коем случае, чтобы почки не были наружу. Иначе они могут просто вымерзнуть, либо выприть. Но, в общем, обязательно закрываем где-то сантиметра на 3-4. Вот. Закапываем пион. Вот такая вот прелесть. Сейчас мы будем садить. Это Кэрол Чарли. Пиончик. Вот. Давайте приступим. Земля для пионов должна быть плодородная. Обязательно плодородная. Никакая не суглинистая. Вот. А хорошая плодородная земля. Так. Сюда в лунку я буду добавлять песок. Также буду добавлять сюда перегной. Я уже приготовила. Это у нас пионы очень любят. То есть, грунт должен быть вкусный. Мы же не на один год сажаем пион, согласитесь, друзья. Это даже не однолетние растения, а многолетние. Поэтому добавляем. Также я обязательно, ну, это, конечно, каждый по-своему. То есть, я еще добавляю сюда удобрения, друзья. Бонафорты. Осеннее удобрение. Это для того, чтобы наши цветочки, наши растения хорошо перезимовали. То есть, хорошо усвоили, не вымерзли, ничего. То есть, я добавляю обязательно еще сюда, вот на такую лунку, буду добавлять столовую ложку бонафорта. Осень. Осеннее удобрение. Вот. Сейчас наши пиончики, мы их посадим. У них появятся всасывающие корешочки. Они будут усваивать это удобрение. И тем самым хорошо перезимуют, друзья. Вот. Добавили, перемешали. Так. И будем сейчас смотреть, насколько нам засыпать. Так. Ну да. Вот как раз ложим, расправляем корешочки обязательно. Будем потихонечку присыпать. Присыпали. Так. Еще добавили песочка. Грунт я не промочила, потому что у нас просто льют сильные дожди, поэтому земля у нас достаточно мокрая. Так. Еще перегноя. Еще песочка. Также мешаю. Добавляю доломитовую муку. Прямо не жалейте. Хуже вы не сделаете. Ну, где-то вот примерно две-три жменьки. Перемешали. Так. Вот так, чтобы камеру не закрывать, еще раз насыпали перегной. И еще раз насыпаем перегной. И еще раз насыпаем перегной. Обязательно. Чтобы почки были закрыты. Если вы хотите, чтобы ваш пион вас радовал. Некоторые и то гибриды даже зацветают на будущий год, друзья, на следующий год. Вот. У меня в моей практике было такое, когда я сажала осенью, а весной у меня зацветали и то гибриды. Вот. И сейчас мы польем. Ну, вот и все, друзья. Посадила я пиончик. Кому понравился мой ролик, если есть у вас какие-то вопросы, задавайте. Я отвечу, друзья. Вот. И всего вам хорошего. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон»